здравствуйте друзья я совлечением занимаюсь плетением из бумажной лозы и все мои поделки каждое плетение такое линенок шар дар баскет рождественский венок вот такая карандашница ну или даже целая ваза все это когда-то было просто вот такими обыкновенными бумажными трубочками многие из вас спрашивают как я делаю эти бумажные трубочки а технология на самом деле очень простая для изготовления бумажных трубочек нам с вами понадобится самая обыкновенная газета формат газеты не имеет большого значения у меня газета метро я делю газету на две части и довольно острым ножом быстро и четко разрезаю получившиеся кусочки складываю еще раз и повторяю как ни странно даже из пропечатанной газеты может получиться практически белая трубочка чтобы так и произошло верхний чистый край должен быть перед вами должен оказаться сверху еще вам понадобится обычная шпажка для канапе или шашлычков которые есть в любом магазине сети fix price дальше мы начинаем аккуратненько наматывать газету на нашу шпажку под углом придерживаем рукой саму бумагу и я вращаю только шпажку расправляя бумагу чтобы не было на ней заломов скручиваем нашу будущую трубочку все мы сделали правильно если у нас в итоге получается такой треугольничек который мы будем закреплять клеем очень удобно пользоваться клеевым карандашом но он оставляет не прокрас фиксируем клей и аккуратненько снимаем трубочку со шпажки наша трубочка готова у нее есть более тонкий конец и более толстый конец при наращивании это имеет огромное значение как видите несмотря на то что эта газета трубочка практически очень очень светлая и только небольшие фрагменты шрифта мы все-таки видим давайте повторим еще раз мы накладываем газетку на шпажку и начинаем скручивать опытные мастерицы крутят трубочки очень быстро просто за просмотром сериалов а есть и такие которые используют для этого шуруповерт на начальном этапе пользоваться шуруповертом очень неудобно вторая наша трубочка практически готова мы сейчас будем аккуратненько снимать ее со шпажки я скручиваю плотно мои трубочки плотные после высыхания клей довольно таки неплохо окрашивается и плотно удерживает трубочку от раскручиваем еще одна и мы тоже попробуем вывести ее практически на светлый край при желании можно накручивать трубочки не на шпажку а на более тонкую спицу но мне этот формат трубочек вполне подходит и более тонкие ну может быть только для каких-то маленьких вещиц нужны покажу вам еще последнюю полоску газеты более широкая полоса газеты дает более жесткую плотную трубочку если вы хотите сплести например какую-то корзину такую в которой будете что-то тяжелое переносить может быть есть смысл сделать эти полоски шире но в моем случае вполне мне достаточно газеты разделенной на четыре части и вот примерно такого образца трубочки у меня получается так мои трубочки выглядят после окрашивания здесь они еще увлажненные ну вот а сейчас они просто сухие окрашиваю чаще всего морилками можно использовать любой колер который продается в строительных магазинах видео по окрашиванию есть на нашем канале спасибо что были с нами надеюсь что досмотрели наше видео до конца желаю удачи при скручивании трубочек всего доброго до свидания